Здравствуйте! В эфире программа выпуск на канале ЛДПР-ТВ в студии Вера Ионкина и коротко о главном. Беларусь получила от России второй транш кредита в размере 500 миллионов долларов. Первую часть в аналогичной сумме Минск принял в декабре прошлого года. О предоставлении второго транша Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили в ходе переговоров в Сочи. Также на встречу речь зашла и о новых рейсах для белорусской авиакомпании в российские города после бойкота, объявленного Минску со стороны США и ряда стран Евросоюза. Тем временем россияне склоняются к мнению, что Беларуси лучше всего войти в состав России. Об этом говорит много лет и Владимир Женовский. Сейчас с Лукашенко такую же ошибку совершать не надо. Он сбежит к нам, будут вместе жить где Янукович, в шахматы, в шашки играть, а у нас будет кровавая Беларусь под боком. Поэтому моя позиция, я не президент, они лучше меня знают. Держать его до тех пор, пока он не использует свой капитал власти авторитарного режима и не добьется включения Беларуси в состав России. Верховная Рада проголосует, но мы при этом можем выиграть, если добьемся вхождения Беларуси в состав России. Нельзя выбирать худший вариант. Вот Запад уже предлагает ему 3 миллиарда евро и постоянные займы, если они пойдут на изменения политического режима и не будет Лукашенко. Там найдутся силы, которым понравятся миллиарды евро. Даже 10 процентов они отчекрыжат себе, это 30 миллиардов евро. Да вся жизнь обеспечена. Поэтому они могут дать больше денег, чем мы. Но у нас потенциал Лукашенко, власть у него, силовики у него. Надо постараться его подтолкнуть к объединению с Россией. Да, у него будет меньше власти. Назначим его полпредом на юг. Начальник юга России. Это 50 миллионов населения. Это в 5 раз больше Беларуси. Проблема развития России в неправильном устройстве государства. Нужно полностью изменить территориальное деление и отказаться от национального принципа, считает Владимир Жириновский. Он отметил, что именно внутреннее деление привело к краху Советского Союза. Чтобы страна плодотворно развивалась, нужно реорганизовать ее в мощное централизованное государство. Потому что у нас неправильное устройство внутреннее нашего государства. Нигде нету принципа национального деления внутри государства. Только у нас. Осталось от Ленина. Сталин был против. А если есть у нас 30 национальных регионов, и мы спускаем вниз все полномочия, начнутся движения сепаратизма, отделение от России. Вы этого хотите? Я согласен. Больше прав внизу. Все решать на местах. Но тогда мы расшатаем государство. России тысячу лет. Тысячу лет. Это был режим без федерации, централизованный и никакие национальные деления. Ведь в советское время партия управляла. Не на смены в регионах. Партия КПСС. И они оставили республики. Ну вот так они как бы решили это ленинское наследие. Пусть будут республики. Хотя нужно было сразу перейти к губернскому принципу и назначению губернаторов. И сейчас бы вот эти вот общие губернии с русским генерал-губернатором, поскольку многие регионы многонациональные. Им выгоднее, чтобы был нейтральный руководитель русский. Вот Дагестан. Там 30 национальностей. Аварис будет, все остальные недовольны. ЛАКС будет недовольны. Русские должны быть везде во главе регионов. И тогда бы не было проблемы. Дали бы права все вниз. Централизация с точки зрения управления. А экономика, конечно, внизу. В аптеках какие лекарства? Решайте сами. На рынке какие цены? Решайте сами. Какие дороги? Стройте. Какие школы? Стройте. Жилье. На местах все будут решать. Но в одной стране, где государственные границы, это единая страна для всех. Государство – это единство территории, экономики и языка. Территория ограждена государственной границей. Язык один государственный русский. И экономика едина в масштабах всей страны. Но на местах управляйте. Никто вам не спускает, сколько сеять горох, где кукурузу, где сталь плавить. Российским регионам, задолженность которых составляет более 25% от собственных доходов, долги будут замещаться бюджетными кредитами под льготный процент. С таким требованием выступил президент Владимир Путин еще во время послания Федеральному собранию. Накануне Государственная Дума единогласно приняла первом чтении законопроекта внесения изменений в бюджетный кодекс. Этот документ направлен на то, чтобы облегчать долговое бремя регионов. Однако данный способ проблему не решит, считает первый заместитель председателя Думского комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Мы считаем, что любая помощь субъекту, даже вербальная, если мы выступим отсюда и скажем, что все будет хорошо, это тоже какой-то плюс. Но говорить о том, что это реально повлияет в ближайшие годы вообще на состояние наших субъектов, говорить об этом нельзя. Вячеслав Викторович, те проблемы, которые решаются данным законопроектом, они фактически не меняют сумму задолженности наших субъектов, ну в принципе. То есть просто идет замещение коммерческих кредитов на бюджетные, но сказать, что мы каким-то образом существенно изменяем ситуацию в субъектах, ну к сожалению нельзя. Понятно, что вопросов сегодня очень много и о бюджетной обеспеченности, и о методиках, и о формулах мы про все говорим. Алексей Михайлович, Леонид Владимирович, потому что наболела, потому что мы про это говорим годами. И фактически сегодня Минфин сам завел субъекты в эту ситуацию, и сегодня вы героически преодолеваете те трудности, которые вы сами создали. Здесь ничего героического нет. Еще раз, мы берем коммерческие кредиты, замещаем бюджетными. А вообще, в принципе-то, почему мы до этого довели? И кто брал коммерческие кредиты? Давайте посмотрим. В основном-то брали все субъекты достаточно уверенные и с серьезным бюджетом, потому что не всем еще субъектам банки дадут кредиты. И посмотрите, какая прибыль. Греф сказал, что у него триллион будет прибыли в этом году по банкам. Вообще, кого мы поддерживаем? Но это тоже другой вопрос. Поэтому вот сегодня мы пытаемся донести до вас, что вообще-то нужно менять вообще подходы, финансировать полномочия, а спасать утопающего, давать таблетку от боли, его лечить надо. Про это тоже Вячеслав Викторович сегодня сказал. Поэтому мы считаем, что доноров должно быть больше, Вячеслав Викторович, так их меньше становится. Я когда в Думу пришел в 2010 году, область Оренбургская была донором. Их было, по-моему, 12. А сколько у нас сейчас осталось их? 7. Мы вообще движемся вообще в другом направлении, уважаемый Минфин. К формулам вопросов нет. Вы пытаетесь их там смоделировать. Вопрос в другом. Что мы должны, как раз о чем Сергей Иванович говорил, делать не в формуле, не в методике, а в деньгах. Если они дали 10% от заявленного, то даже если она формула правильная, все равно все выскочили. Поэтому вопросов много. Здесь положительные моменты есть, но кардинальных изменений в политике, в отношении субъектов нет. Поэтому вы это должны четко понимать и, приходя в Государственную Думу, быть готовыми к такому разговору. Российским студентам часто приходится подрабатывать, чтобы оплачивать жилье и обучение. Заработная плата такой категории граждан обычно не сильно высока, а подоходный налог, как и у всех, 13%. Депутат Государственной Думы Иван Сухарев выступил с инициативой о снижении НДФЛ для работающих студентов до 6%. Что касается наших студентов, а мы говорим про работающих студентов, молодежи ЛДПР уделяет всегда огромное внимание, потому что молодежь – это наше будущее. От того, какой она будет, умной, здоровой, патриотичной, зависит будущее нашей страны. И, собственно говоря, мой запрос на имя Фалькова вызван именно тем, что молодежь необходимо поддержать. На сегодняшний день работающие ребята платят налог по общей ставке, налог на доходы физлиц в размере 13%. Мы вышли с предложением к министру Фалькову, с предложением облагать доход наших работающих студентов, нашей работающей молодежи, которая в том числе еще и учится, получает в том числе высшее образование, по пониженной ставке, по аналогии с упрощенкой, то есть это 6% налога на доходы физических лиц. Я считаю, пусть это небольшая, но все-таки нужная инициатива по поддержке наших ребят, которые сейчас в сложной финансовой ситуации, потому что многие родители потеряли работу, потеряли доходы и не имеют той возможности помогать своим детям, как раньше. Бесплатный проезд школьников в общественном транспорте предложил вести председатель партии власти Дмитрий Медведев. Любопытно, что ранее аналогичную инициативу высказывали депутаты ЛДПР. Медведев Дмитрий Анатольевич предложил вести бесплатный проезд для школьников. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, ЛДПР это давно уже предложило. Мы рады, что на наших проектах законов живут все политические партии, все известные партийные деятели, и наши советники все это должны отмечать. Полностью поддержим, Дмитрий Анатольевич. Только, наверное, лучше всего принять закон ЛДПР, потому что у вас это предложение, а у нас уже в форме закона. И общественная палата опять у нас воруют. Отцовский капитал. Мы 20 лет, говорим, поднять роль мужчин в российском обществе. Только у нас не хватает мужчин. 13 миллионов, целая страна. Только у нас они живут меньше, чем женщины. Везде живут одинаково. И мы предлагали день отца ввести, материнский капитал на отца распространить, если он живет один со своими детьми. Вот общественная палата почитала, наработки ЛДПР и тоже внесла. Ну и правительство готовит проект закона об отказе от одноразового пластика. Ну, депутат Власов внес два года назад. Вот роль в Государственной Думе. Мы вносим, они отвергают, потом они вносят, и их большинство, их партии принимают. Потом они отчитываются. Такие молодцы. Вы запаздываете, все правительства. И запаздывает ваша партия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!